Ну вы знаете, это очень острый вопрос, поэтому я обсуждался одним из первых, потому что проблема льда в Алтайском крае, она такие масштабы приняла, если мы сравним Новосибирскую область, Кемеровскую область, наших соседей, да вообще весь хоккейный мир, вообще Российскую Федерацию, сейчас интенсивно так строится. Есть всякие программы, софинансирование, по которым очень бурным темпами развивается строительство ледовых аренд с искусственным льдом. И только наш один Алтайский край здесь в таком отрыве от всех остальных. Это можно бесконечно тренироваться на земле, на сухом льду, так скажем, но если нет льда, то и команда не сможет добиться каких-то результатов. Борис Алексеевич, как вчера обсуждался вопрос по строительству ледовой арены Сибирский 52? Ну, что я хочу сказать, что Федерация в течение сезона 2015-2016 провела встречи с представителями высшей хоккейной лиги, это Сутармин Олег Владимирович. По поручению Щербакова Евгения Викторовича я летал в Москву и общался с президентом высшей хоккейной лиги Скоропоповым. И он делегировал сюда Сутармина Олега Владимировича, он приезжал в Барнаул и лично смотрел этот объект на Сибирском 52. Вот с Евгением Викторовичем мы были, Олег Владимирович Сутармин и я. И он вообще удивился, он говорит, ребята, у вас уже фермы перекрытия есть, он у вас уже практически вот на выходе. Вы поймите, что есть такие программы, где есть софинансирование, где можно выделять федеральные деньги на его строительство. Есть регионы, где даже еще фундамента, котлована нет, они уже получают это финансирование. Могу только одно сказать, что Сутармин Олег Владимирович, так скажем, позаботился о том, чтобы вышли на департамент по строительству ледовых сооружений Москвы, руководитель департамента. И господин Морозов лично звонил Щербакова Евгению Викторовичу, но, как говорится, о ВОЗ и ныне там. И те письма, которые писались, они все застряли в управлении по физической культуре и спорту.